Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель литературы. Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве Леонида Николаевича Андреева. Леонид Николаевич Андреев родился в городе Орле в 1871 году в семье богатого землемера. Леонид Николаевич Андреев с детства был знаком с жизнью городских окраин. Рано Леонид Андреев начал размышлять о сущности бытия и смысле жизни. Различные экзистенциальные вопросы привели к тому, что Леонид Андреев несколько раз даже пытался покончить жизнь с самоубийством. Леонид Андреев с детства, с юных лет интересовался литературой, жизнеописанием. Сам он говорил так, придет время, я нарисую людям потрясающую картину их жизни. Леонид Андреев уехал из родного города, переехал он в Петербург, там он учился в Петербургском университете. Поговорим немного о раннем творчестве Леонида Андреева. В 1898 году выходит в свет его первое произведение «Рассказ Баргамот и Горазика». Это произведение было опубликовано в газете «Курьер». Также к раннему творчеству относятся рассказы «Жили-были», «Петька на даче», «Гостиниц» и некоторые другие произведения. Перечислим основные черты ранних произведений Леонида Андреева. Во-первых, мы должны сказать, что произведения свои Андреев создает в рамках традиционного реализма. Его произведения имеют демократическую стремленность, то есть главными героями его произведения являются простые, обычные люди незнатного происхождения со своими горестями, со своими радостями. Кроме того, в раннем творчестве Леонида Андреева заметно сильное влияние творчества Антона Павловича Чехова и Максима Горького. Однако уже на раннем этапе своего творчества Андреев немножечко отступает от традиционного реализма. Андреева как писателя интересует не социальный тип, как в литературе XIX века, а человек сам по себе. То есть человек интересен Андрееву не как представитель определенного сословия, Андреев обнаруживает тяготение к бездне человеческой психики и символическое обобщение в изображении людей занимает в его творчестве важное место. Леонид Андреев становится довольно быстро знаменитым писателем. Он входит в литературный кружок среда, а также становится членом демократического издательства «Знания». В 1901 году выходит сборник рассказов. Этот сборник имел необыкновенную популярность, был опубликован в многотысячном тираже. В это время, в начале XX века, Леонид Андреев очень живо реагирует на происходящее в обществе события и создает произведение «Весной», «Марсельеза» и «Красный смех». Последнее произведение «Красный смех» было посвящено событиям русско-японской войны 1904-1905 года. Это произведение представляет такой пацифистский антивоенный манифест. В 1905 году Леонид Андреев сближается с революционерами. В 1905 году, как мы помним, произошла Первая Русская Революция. Это привело к тому, что Леонид Андреев попадает в Таганскую тюрьму. В это время Леонид Андреев преимущественно поддерживает революционные настроения. Свои настроения он выразит в пьесе, в драматическом произведении «К звездам». Героем этого произведения является рабочий. Однако Леонид Андреев не всегда и не во всем согласен с революционерами. Например, Леонид Андреев создаст антиреволюционный рассказ «Тьма». Создаст он его в 1907 году. Творчество Леонида Андреева расположено приблизительно где-то между модернизмом и реализмом. Что сближает Леонида Андреева с реализмом? Ну, конечно, Андреев как писатель довольно чуток к социальным противоречиям. При этом Андреев стремится в символах-образах изобразить суть человеческого общества. Этот факт уже сближает Андреева с символистами. Кроме того, Леонид Андреев обращает внимание на глобальные философские проблемы, которые интересуют каждого человека. Например, проблеме человека и смерти посвящен его знаменитый рассказ «Рассказ о семи повешенных». Главными героями этого рассказа являются революционеры. Однако не это важно для Леонида Андреева. Для Леонида Андреева как писателя важны чувства человека, который приговорен к смерти. Еще одна важная проблема, которая освещается в творчестве Леонида Андреева, это тема или проблема преступления и возмездия. Эта проблема отражена в произведении «Губернатор». Андреев тесно связан с таким модернистским направлением, как символизм. Что сближает его с символизмом? Во-первых, Андреев часто в своих произведениях отвергает бытовизм и плоское писательство, то есть избегает бытовых подробностей в жизнеописании своих героев. Кроме того, Андреев часто в описании жизни, событий, персонажей пренебрегает реальностью. Задача Андреева как писателя – это стремление вглубь, к метафизической сущности вещей. При этом Андреев как писатель проявляет себя как атеист, прежде всего, полное безверие, ведет к отрицанию смысла жизни человека как таковой. Андреева часто называют писателем-экспрессионистом. Что такое экспрессионизм? Это слово появилось из английского, в переводе с английского expression – это выражение. Экспрессионизм – это направление в искусстве, которое сложилось в период Первой мировой войны. Экспрессионизм первоначально возник в живописи в Германии. Экспрессионизм приходит на смену другому направлению в искусстве, на смену импрессионизму. Получается, что изображение, которое является главным в импрессионизме, вытесняется выражением. То есть кричащее «я» художника заменяет собой полностью изображаемый предмет. Итак, какие же черты экспрессионизма можно наблюдать в творчестве Леонида Андреева? Во-первых, в его произведениях чаще всего свойственен нарочитый схематизм. Кроме того, в произведениях Андреева, преимущественно в драматических произведениях, часто используется рационалистическая символика. Кроме того, в центре внимания Андреева как писателя лежит скопление ужасных событий и образов. Тех событий и образов, которые поражают воображение читателя или зрителя. Перечислим основные художественные черты произведений Андреева. Основной темой его произведений является тема протеста против подавления личности. Личность как психологическая единица больше всего интересует Андреева. Кроме того, часто в центре повествования изображение обнаженной души разобществленного человека, то есть человека, который избавляется от оков общества, от стереотипов. Кроме того, в основе повествования часто лежит остродраматическое столкновение мысли и воли героев. Кроме того, Андреев часто использует в своих произведениях, преимущественно драматических произведений, условные образы, такую серию масок. Человек, отец человека, зло, рок, разум и так далее. Сегодня мы чуть более подробно поговорим о произведении Андреева «Иуда Искариот». Это произведение было написано в 1907 году на пике популярности Андреева как писателя. Это, конечно, эпическое произведение, то есть рот литературы, к которому относится это произведение эпос. Жанр, повесть, средний эпический жанр. И литературное направление, реализм или еще это произведение иногда относят к мифическому реализму, так как в этом произведении Андреев пытается переосмыслить традиционный библейский сюжет. Образ Иуды в этой повести принципиально отличается от его евангельского прототипа. Как известно, Иуда, согласно библейскому сюжету, это абсолютно злодей, который за 30 серебряников предает Иисуса Христа. Нетрадиционность евангельского образа Иуды объясняет особенности функционирования этого произведения в русской культуре XX века и его актуальность в наше время. В начале повести Иуда это человек очень дурной славы, человек, которого нужно обязательно остерегаться. Не было никого, как пишет Андреев, кто мог бы сказать о нем доброе слово. То есть изначально Иуда представлен вполне себе традиционным образом, как евангельский персонаж. Однако далее облик Иуды становится исполненным противоречием восприятия окружающих в том числе. Иуда считал, что он больше всех любит Иисуса, что он предал Иисуса потому, что хотел, чтобы он стал владыкой умов и сердец, принеся себя в жертву. То есть в этом произведении Андреев пытается переосмыслить те события, которые описаны в Священном Писании. При этом Иуда ставит под сомнение любовь и преданность Иисусу других учеников, которые в конце концов смирились с гибелью своего учителя. Здесь Андреев также отступает от традиционного описания апостолов. Апостолы в Библии, как правило, положительные персонажи, которые во всем поддерживают своего учителя. Однако в произведении Андреева они приобретают негативные черты. Итак, мы поговорили об особенностях творчества Леонида Андреева. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока!